Культурная жизнь в Абаяне процветает, а сам город заметно преобразился. Есть где отдохнуть и провести время с пользой. Храм, сквер, движники разные. Наша Абаянская ДК. В принципе, погулять где даже есть. А где погулять тут можно? В Абаяне, в принципе, стадион наш Абаянский, 9-я школа, парк, пляж городской. Здесь есть площадь, кинотеатр, больница, стадион. Ну, короче, все, что здесь в Абаяне находится, это все мое любимое. У нас вот школа хорошая. Дети рисуют, поют, танцуют. Это очень замечательно, когда хорошие учителя, руководители. У нас хороший директор в музыкальной школе. Для любителей активного отдыха открыт физкультурно-оздоровительный комплекс. Площадка универсальная и пользуется популярностью. Спортом занимаешься в спортивном центре? Да. Я занимаюсь теннисом. Раньше занимался дзюдо. Однако до местных достопримечательностей нужно как-то добираться. Камень преткновения – дороги. Сергей живет в Белгороде, но Абаянь знает, как свои пять пальцев. Каждые выходные навещают здесь родственников. Проезжая улицу юных пионеров, боится повредить машину. Здесь очень плохая дорога. Машины бьются. Зимой невозможно подняться, так как люди, отвечающие за это, получается, и песок не сыпят, и реагенты не сыпят. Зимой мы звонили в МЧС, я, допустим, не мог подняться. И люди не могли подняться вот здесь вот на этом подъеме. Жалобы на Абаянские дороги часто поступают в Центр управления регионом. Улица 8 марта тоже попала в этот список. Стихийная парковка, которую сложно обойти, и отсутствие тротуаров, головная боль местных. А вот те, у кого голова болит не за себя, а за детей – жители села Зорино. Марина Кудинова – многодетная мама. Из пятерых детей трое ходят в местный дом культуры, который волею случая переехал в тесное крыло детского сада. Очень большой был дом культуры, потом он сгорел. Четыре года вообще ничего не было. Потом у нас был детский садик, Ясли группа была и для взрослых детей было. И для взрослых детей детский садик отдали под клуб. И нет у нас теперь ни садика, там 18 мест, не хватает мест. И ни клуба ДК нету, там кошмар. Мы там занимаемся, мы там и поем, и танцуем. Там очень неудобно, когда мы танцуем. Там места очень мало. Даже в таком тесном помещении культурная жизнь в Зорино бурлит. Репетиции, концерты и кружки по интересам. К нам приходит очень много детей, которые пополняются с каждым годом. И годом я пытаюсь все больше и больше набрать. А еще сохранить уголок истории, старинные и порой даже уникальные вещи хранятся в импровизированном мини-музее. Вот это у нас наш уголок старины. Здесь мы собираем разные вещи. Вот старая прялочка у нас. Все, что видим, бабушки отдают какие-нибудь у нас тут местные. И вообще отовсюду мы собираем здесь и все выставляем. Предметы русской старины хранятся в здании, которому самому не помешал бы ремонт. Здесь же выступают дети, репетируют молодежные ансамбли. Говорят, тесно, но больше заниматься негде. А хотят в новом ДК. Мария Колосова, Алексей Еременко. События дня.